До середины первого тайма преимущество было за гостями из Нижнего Новгорода. Игроки моментально перехватывали мяч и не давали Камазу взять инициативу в свои руки. Открыл счет матча Тимур Садеков на 25-й минуте первого тайма. Не прошло и пяти минут после первого гола, как футболист Камаза получил красную карточку. Но игра в меньшинстве пошла на пользу, автоградцы словно проснулись. Однако выйти вперед им не удалось. Игра была, конечно, напряженная, сложная. Когда соперник тоже скажет спасибо за самодачу, боролись до конца, несмотря что они удалили, получили в первом тайме. Ну, так приятно, конечно, с любым соперником до конца играть. Достаточно сильная команда. Мы приехали, сюда много готовились. Целую неделю проводили тренировки эффективные. Нам получилось, удалось победить, забрать три очка. Довольно, едем домой. Весь второй тайм Камазовцы старались сравнять счет. Однако противник оказался не так прост. Как итог, второй гол ворот автозаводцев. В первом тайме отыграли плохо, второй уже получше. Второго могли забить. Не получилось. Перестали играть в конце уже. Ну, половину команды. Почему так? Не знаю. В психологии? Скорее всего. Ну, итог справедлив. 0-2. Считаю, что все по игре. В первом тайме вышли немножко трусовато. Может быть, испугались, что много болельщиков пришло. Не знаю, с чем это связано. Но второй тайм провели лучше. По итогу матча КамАЗ-2007 спустился в таблицу ЮФЛ на восьмое место. Нижний Новгород сохранил за собой лидерскую позицию. Руслан Бекмухамедов, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ.